всем добрый день сегодня к нам на обзор попал вот такой вот необычный квадрокоптер позиционируется как квадрокоптер для селфи удобен управляется только со смартфона планшета потому что своего пульта нету ну и достаточно очень большой ширный круг характеристик которые в нем присутствуют и очень удобная вещь это авто иди за мной сейчас протестируем посмотрим небольшой аккумулятор на 800 мах примерно хватает минут на 8 10 полета зависимости от условий конечно же что такая вот достаточно хорошая коробка плотная при транспортировке не пострадает глянцевая наклейка глянцевая картинка что я уже заряжал немножко сам квадрокоптер позиционируется опять же как карманный удобный размером с небольшой смартфон 5-юймовый толщиной тоже 2 сантиметра немного лопасти складываются удобно опять же есть запасная лопасти если вдруг защиты на него не предусмотрено камера имеет свойство немножко наклоняться съемный аккумулятор тоже что достаточно большой плюс аккумулятор небольшая уже смотрю можно вот докупить собственно только одна кнопка включения больше ничего нет в этом квадрокоптере зарядка вот такой вот небольшой избе свисток подойдет только для этого аккумулятора все это упаковано в такую поролоновую защиту ну стандартная бумажка от компании джей джей рц да забыл конечно же сказать это квадрокоптер от компании джей джей рц сплендер еще у него есть название сокращенно а 62 модель так что он еще положили это небольшая отвертка чтобы поменять лопасти 4 лопасти дополнительно уже перемешалось ну и под такой вот небольшой пластикой коробочкой лежит чехольчик и большая инструкция на вся на английском языке но здесь все с картинками что удобно это очень хорошо здесь все пояснило как полизации плюс настройки самой программы которые идут в комплекте можно установить google play market очень хорошие это производители огромный плюс потому что бывает что ничего это не указывается так для работы используется программка джей джей рц сплендер скачиваться с google market можно воспользоваться в инструкции есть для нее удобная вещь qr-код с помощью него можно скачать ну собственно уже и пользоваться сама программа после запуска представляет собой небольшой пульт управления с помощью которого можно управлять данной камеры данным квадрокоптером также что еще удобная вещь конечно чем больше экран тем проще управлять давайте сейчас запустим посмотрим так но основная сейчас пробежимся стики как на обычном пульте включаются выключается запись видео фото удобная вещь это же так как квадрокоптер карманный опять же это использование сэлфи режима можно задать по примеру улыбки также есть таймлапс видео безголовый режим запуска ну настройки небольшие сейчас у нас отключен подключим посмотрим так ну что 3d флипы запуск одной клавишей собственно как и посадка ну и полу режим следи за мной также выбирается человек за которым надо двигаться можно будет потом посмотреть впоследствии как этот режим будет работать давайте посмотрим сам который я уже показывал заранее съемная аккумуляторная батарея заряжать удобно к сожалению нет места для установки флешки сам квадрокоптер размером с небольшой телефон смартфон чуть потом потом же для запуска нажимаем клавишу загораются диоды сейчас нам надо будет подключить вай фай вай фай подключился пароль не надо никакой водить так ну что вот у нас сразу же работает уже камера отклик сказал что большой но приторможивание есть так ну что сразу же настройки настройки здесь небольшие всего три пункта ну собственно просмотр даже в га либо 720 качество так ну как я уже говорил калибрацию на калибровку сделать при первом запуске обязательно калибровка идет светодиоды начинают моргать когда они становятся калибровка пройдет для калибровки на конечно же положить коптер на ровное место значит стики вперед назад лево вправо вверх вниз есть сразу же небольшая здесь инструкция она работает без интернета здесь все можно посмотреть она на английском языке каждая кнопка здесь показано что означает можно увеличить здесь все то есть запуск есть даже функция следить за мной селфи таймер таймлапс камера безголовый режим г-сенсор вай фай ну и можно просмотреть тут же на экране запись идет как я уже говорил в память телефона да еще есть выбор камеры так ну что